Видео переведено по инициативе Корни Крона. Перевод и озвучка Кристина Малькова. Ботаника перед сном. Коралл Гейбл, штат Флорида. Медитативный тур по тропическому ботаническому саду Фейерчайлда. Я Чад Хасби, главный исследователь в тропическом ботаническом саду Фейерчайлд. И я проведу вам экскурсию по оранжерии с растениями тропиков. В нашем саду есть некоторые чрезвычайно редкие тропические растения, очень уязвимые. Они нуждаются в защите от холода. Мы поливаем их водой, очищенной по технологии обратного осмоса. Она чистая, как дождевая вода. А это очень редкий вид из Юго-Восточной Азии. Возможно, из Борнео. Мы не совсем уверены. Но мы нашли его в тайском питомнике. Это хамаламена. У нее естественная пестрая краска листьев. Есть темно- и светло-зеленые участки. Что-то среднее между ними. Это создает замечательные эффекты маскировки в нижнем ярусе джунглей. Она даже цветет сейчас. Растения приспособлены к засушливому месту обитания. Цветки завернуты в своеобразное покрывало. По центру находятся початки. Мягкие, утолщенные стебли с множеством невзрачных цветков на них. У многих аридных растений так. Неважно, как выглядят их листья. Итак, у нас еще полно разнообразных растений здесь. Вот другое. Вдобавок к эффекту маскировки, его листья переливаются радугой. Называется мапания. Вроде асоки из Малайзии, Борнео. Синеватый оттенок возникает из-за кремниевого слоя на поверхности листьев. Они отражают цвет. То есть дело не в содержащихся там пигментах, а в том, что листья работают как зеркала. Есть еще несколько красивых растений из Юго-Восточной Азии. Например, ардезия. Она образует эти причудливые кисти из маленьких розовых цветков. Бутоны вот-вот распустятся. Листья довольно темные, но могут быть и темнее, хотя все это один вид. И здесь циточки уже выглядывают. Эти растения были выращены из листовых черенков. То есть можно просто взять один лист, подождать несколько месяцев, и вырастут маленькие клоны. Ордезию можно размножать таким способом. Так можно сформировать целую группу новых растений. Оранжерея, где мы находимся, была создана еще в 1968 году. У нас имеются некоторые исторические растения. Это было посажено самим Дэвидом Фейерчайлдом. Его именем и назван сад. Он был известным исследователем растений начала 20 века. Эту фресинетию он собрал в своей экспедиции в Юго-Восточную Азию, на Филиппины и Малукские острова в Индонезии, в 1939 году, прямо перед началом Второй мировой войны. Когда это растение цветет, то на нем появляются красивые розовато-оранжевые предцветники, которые окружают маленькие цветки в початках. Выглядит весьма впечатляюще. Это растение здесь с начала 1940-х годов. Оно замечательное. Собранное в 1939-м, привезенное сюда и высаженное в оранжевее несколько лет спустя. Оно как бы демонстрирует тот факт, что растение не стареет в отличие от животных или людей. Иногда мы берем черенки этого растения и культивируем их. А оно до сих пор растет, как будто его завезли сюда вчера, но никак не 80 лет назад. Очень радует, что если правильно ухаживать за растениями, то они могут жить сколько угодно долго, даже вечно. Большинство растений здесь цветковые, но у нас есть куда более древние типы растений. Это селегинелла из Филиппин. Она размножается с пурами, прямо как папоротники, хотя она значительно старее их. Эти маленькие выросты на концах своеобразные шишки, где развиваются споры. Растение дошло до нас очень древних времен. Оно достаточно необычно вытвиться, не так, как большинство современных растений. Селегинелла относится к исчезающим видам в дикой природе, но благодаря людям, которые размножали растения, она растет во многих садах по всему миру. Так что виды безопасности. Даже простой садовод может выращивать такую редкость у себя дома. Тогда вид не исчезнет. У нас есть другие необычные растения, которые свисают здесь. Это очень странный кактус из бразильской Амазонии. Он плоский, чем-то напоминает язык. Он растет на этой доске из древесного материала. По-другому, строфокактус называют лунным цветком, поскольку он цветет лишь одну ночь в году. Я и Маргарет, которая была иллюстратором в ботанических садах Кью в 80-х годах, прождали около 20 лет в попытках запечатлеть цветение этого кактуса. Маргарет возвращалась в Амазонию ежегодно на время цветения кактусов. И только за несколько лет до своей смерти она смогла увидеть это своими глазами и провела тогда целую ночь, зарисовывая разные стадии распускания цветка. Удивительное растение. А рисунки получились просто невероятными. Благодаря тому, что наши коллеги из ботанического сада в Миссури собрали кактус в 1970-х и частично поделились с нами, он растет здесь и радует нас. Другое весьма старое растение в нашей оранжелье очень-очень длинное, около 2 метров в длину, флегмариорус или баранец. Чем-то напоминает виды, которые я уже показал, но отличается от них. Самое длинное из пловунов. Оно растет в тропиках, как эпифит, свисаясь с деревьев. Действительно длинный и в сложен уходе. Поэтому так здорово, что флегмариорус есть в нашей коллекции. Чарльз Альфорд, который занимался разведением папоротника, смог вырастить его и затем поделиться с нами. Как и многие древние растения, баранец ветвится дихотомически, надвое на самом конце побега. Получается такой симметричный узор. Ветвится здесь, потом снова здесь и снова. Это придает растению очень красивый вид. У нас есть еще некоторые представители этой группы. Они растут все вместе. Действительно, древние растения. Первые из сосудистых в мире, которые вырастают выше мхов. Другое древнее растение, которое представляет интерес, вот это селегенела шоколадного цвета из Эквадора. Она бывает окрашена и иначе. Это достаточно темная. А бывают зеленые формы и переходные между ними. Мы опять видим этот необычайный тип ветвления, когда веточка делится на двое на конце. Более современные виды пускают побеги повсюду, где на стебле возникает новый лист. Такое ветвление уже гораздо сложнее. А эти растения напоминают веер или опахала. Теперь мы переходим в другую часть оранжерея. Здесь несколько прохладнее, а крыша просто экранирована. Воздух циркулирует свободнее. Виды уже не так сильно защищены. Вот это альпиния с острова Хайнань в Китае. У нее от природы такие складчатые листья. Снизу они будто бы бархатные. Очень приятное ощущение. Это впечатляющее растение сейчас не цветет. Вначале его долго выращивали садоводы. И только потом оно было описано ботаниками. Так простые люди привлекают внимание научного сообщества к различным видам растений. Их описывают и помещают в токсономические списки. А этот папоротник, что растет посередине с острова Тайвань, он необычен, потому как у большинства растений листья развиваются до определенного момента, после чего прекращают свой рост. Эту Денштетцию я вырастил из споры с острова много лет назад. Ее листья могут расти неограниченно, прямо как в побеге. И здесь видно, что листья все еще увеличиваются в размерах и разворачиваются бесконечно. Отдельный лист может вырасти до 9 метров в длину. Вот такими они становятся в нашей оранжерее. Это растение называется Дихоризандра. Довольно необычное среди группы, к которой принадлежит. Кажется, что его цветки синие, но это не совсем так. Синий цвет очень редкий в природе. Обычно это фиолетовые пигменты или особая структура, которая отражает свет. После чего он выглядит синим. Здесь есть еще одна селегинелла. Часто ее называют павлиний мох. У нее также нет синих пигментов. А этот голубоватый оттенок возникает за счет воскового налета, который отражает лучи солнца особым образом. В этой зоне мы растим различные виды из семейства имбирных и родственных ему. У многих из них на листьях имеются причудливые узоры. Также они отлично пахнут. Этот имбирь из Юго-Восточной Азии. Если немного потереть его листья, то можно почувствовать запах лакрица или аниса. Там растения используют в кулинарии. У него очень интересное соцветие, расположенное на земле. Похоже на маленькие ульи диких пчел. Этот имбирь под названием барбиджея из Борнео. Его листья блестящие сами по себе. Благодаря особому строению тканей на поверхности. Вот эта прекрасная пальма под названием ладоиция дает самые крупные семена. Она привезена с Ешельских островов. Ее листья как огромная опахала. Эта пальма растет здесь уже примерно 20 лет и до сих пор не сформировала ствол. Нам придется демонтировать часть крыши оранжереи, чтобы дать ей расти дальше. А семя, из которого она выросла, называют двойным кокосом. 4-6 лет ушло на то, чтобы растение сформировалось после прорастания семи. Так что эта пальма очень медлительная, но величественная. Мы рады, что она растет здесь. Климат Южной Флориды не очень подходит для нее, но в оранжереи созданы все условия, чтобы пальма процветала и становилась еще выше. однако деревья бывают либо женскими, либо мужскими. Они разделены, и мы еще долго не узнаем, какого пола это растение. Будем надеяться, что оно женское. Тогда мы сможем взять пыльцу из другого сада и продолжать растить свои сейшельские пальмы. Это настоящая мечта. Это единственное место США помимо Гавайских остров, где они растут. Там взяли пыльцу из Сингапура. Получается, растение его стопорой требует международного сотрудничества. Совместными усилиями мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. А там еще одна салагинелла из Юго-Восточной Азии. Она также переливается голубым, даже немного фиолетовым. Но опять же, у нее нет никаких синих пигментов. просто листья так отражают свет. Также рядом с прудами у нас есть интересные водные растения из тропика. Те хвойные позади пруда из Новой Каледонии чем-то напоминают ели. Но они относятся к подокарпам, которые также хорошо известны. Немногие из околоводных вечно-зеленых растений. Хотя многие хвойные не любят обилия воды, подокарпы растут прямо у рек на южных островах в Тихом океане. Похожи на естественные бонсайи, милые маленькие деревца. Новая Каледония это остров, на котором полно очень странных растений, тропических хвойных. Это земля на юге Тихого океана, где время как будто остановилось. Так что мы рады, что у нас есть некоторые редкие виды оттуда. Также здесь есть чудные аридные растения. Вон с листьями сложенную гармошку это антуриум из Южной Америки. Он всегда был одним из наиболее известных видов аридных. У него интересная текстура. Рядом с ним другой вид аридных. Его крупные стреловидные листья контрастируют с предыдущим растением. Цертосперма она растет в воде. Другие овидные часто растут на деревьях, где больше воздуха, а у этих корни расположены прямо в воде. Крайне разнообразные группы растений. Здесь у нас достаточно необычный представитель очень древней группы растений саговников. У них развиваются семена, а не споры, хотя нет никаких цветков. Это бавения. Расположение листьев чем-то напоминает пихту. Не похоже на типичные саговые пальмы. на конце одного побега развиваются три веточки. Вот так они делятся. Растут только в Австралии. Этот род насчитывает лишь два вида. Так что здорово, что у нас есть один из них. Там еще одна удивительная селегинелла из Вьетнама. У нее необычные извилистые края между белой и зеленой частями листа. Так что кажется, что растение полосатое. Это единственный представитель рода селегинелла с подобной окраской. за ней растение с эффектными листьями. Оно растет вдоль стены. Два таких растения, как будто покрытые лаком. Шафранный перец из Индонезии. Жилки растения бледно-розовые. Оно обычно карабкается по деревьям. Этот вид относится к роду, где находится и обыкновенный съедобный перец. Но у этого нет таких плодов. Рядом находятся баугинья и семейство бобовых, вьющиеся растения с красивыми белыми прожилками на листьях. А снизу они окрашены фиолетовой. У некоторых растений листья подвижны. Это явление называется нектинастия. листья и лепестки складываются с наступлением ночи. Похоже, что это растение вскоре собирается уснуть. Оно станет выглядеть как другое растение, так что его будет не узнать. Фиолетовая часть снизу будет спрятана. лепестка и так каждую ночь. Другое растение с изумительной структурой листа вот это посленовое как томат или картофель. Мы не уверены насчет названия этого вида, но оно из Эквадора. Листья покрыты фиолетовыми ворсинками, которые очень напоминают бархат. Если повернуть вот так, то можно увидеть, как лучи отражаются и растения выглядят фиолетовым, хотя снизу лист темно-темно-зелен. А это растение, которое мы взяли из питомника в Юго-Восточной Азии, драцина с очень красивым узором и светло-зеленых пятен на темных листьях. Этот сорт был выведен легендарным садоводом Греголи Хамбали из Индонезии. Он скрестил пару дикорастущих драцен, одну с выраженной пятнистостью листьев и другую с крупными листьями. А этот гибрид взял лучшее от родительских растений. Получилось действительно впечатляющее растение с замечательной окраской. Мы и правда любим это растение. Это шифлера. Она родственна многим популярным комнатным растениям, которые просты в уходе. Но эту с юга Таиланда на самом деле не так легко выращивать. Это достаточно редкий вид. Очень здорово, что спустя такое долгое время на ней наконец появились плоды. Прошло 4 года. Мы собираем их и будем размножать растения. Оно растет очень медленно и неторопливо. Возможно, тогда сможем поделиться растением с другими садами и с любителями. Листья как бы гофрированные. Они очень плотные и покрыты волосками. Такие эффектные листья у этой шефлеры. Новичок в коллекции оранжерея это маленькое прекрасное растение под названием семаруба. Оно встречается исключительно в Пуэрто-Рико и растет там вдоль длинных рек. Такие красивые цветки развиваются на деревце уже на ранней стадии жизненного цикла. Листья блестящие. Возможно, когда-то можно будет выращивать его и дома. Оно небольшое по размеру, теневыносливое. Листочки покрыты восковым налетом, что обычно позволяет переносить недостаток влаги. вид ввел в культуру профессор Ален Миро, который работал в Министерстве сельского хозяйства США. Станция культивирования растений прямо по дороге, где трудился Дэвид Фейерчайл. Так что вместе они привнесли множество новых чудесных видов в местную культуру. И прямо над семарубой вот это растение называется сизигиум, дерево с чрезвычайно крупными листьями, которое произрастает в Новой Гвинеи, а также на Гавайских островах Дендрария и Ваймия. Они поделились плодами и мы надеемся вырастить замечательный экземпляр в течение нескольких лет. Хотя растения уже прекрасны. Новые листья появляются и располагаются практически вертикально. в конце это Хочу показать вам интересный папоротник вот здесь. Это диплазиум с юга Таиланда. Весьма очаровательный. Хотя и крупный папоротник. Примечательно то, что маленькие растения развиваются у него прямо на листьях. Каждый этот малыш является клоном, то есть точной копией родительского растения. У него имеются корешки и если он упадет на землю или будет сорван, то может запросто вырасти в новое растение. Например, на этом листе развилась целая колония новых маленьких папоротников, ведь он опустился на землю. Также растение может размножаться спорами. Снизу листьев необычные споранги. Так обеспечивается генетическое разнообразие посредством полового размножения. Хотя вегетативно папоротник тоже способен размножаться. Этими малышами, которые развиваются, прямо у него на листьях. Универсальное растение. Это любопытная бегония из Южной Америки. Бегония изменчивая получила свое название из-за того, что листья периодически меняют окраску под воздействием разного освещения. По всей видимости, если затенить половинку листа примерно на полчаса, то она станет светлее, потому что крошечные ахморопласты переместятся к краям клеток, из-за чего листья будут выглядеть светлее. Другое довольно странное явление растений, которое представлено здесь у нас. Этот папоротник из Юго-Восточной Азии, Ликоноптерис, вступает в симбиотические взаимоотношения с муравьями, и его корневищи напоминают кораллы. Внутри них имеются полости, где могут жить муравьи. Однако в нашей оранжерее нет муравьев, хотя растения могут существовать и без этих насекомых. Но в дикой природе муравьи защищают папоротники и удобряют их, принося кусочки своей пищи внутрь, где она разлагается, как дополнительный источник питания. У папоротника правда интересный образ жизни, связанный с насекомыми. Здесь еще один папоротник, формирующий симбиоз с муравьями. У него другой тип корневища, более плоский. Это два разных вида. У нас есть не только сосудистые растения, которые вырастают высокими, как, например, деревья, но и такие, гораздо более нежные. Также у нас есть бриофиты, настоящие мхи и печеночники. Это довольно специфический вид из Южной Азии. Маршанце выглядит изящно благодаря этой темной линии по центру зеленого талома, этих стеблевидных структур. Это неистинная стебля, ведь у таких мхов нет специальной проводящей ткани, которая бы поставляла воду вверх по растению, как у папоротников. Это позволяет вторым расти в высоту, а мхи растут прямо у земли, очень низко, только во влажной среде. Бетвятся также дихотомически, делясь надвое, как и древние сосудистые растения и создают эти красивые узоры. Помимо всего прочего, есть интересные представители группы растений из Юго-Восточной Азии. Они очень красивы из-за своих соцветий, которые свысят вниз. Они могут расти на деревьях или в скалах. Мы попытались воссоздать природные условия в нашей оранжерии. Меденила была впервые изучена садоводами. Ее также высаживают дома. В Европе, а именно в Нидерландах, проводится много работы по выведению новых сортов растения. Это все один и тот же вид, только цветки отличаются по окраске. Листья могут быть разной формы. Условия ухода и приспособления тоже могут быть различны. Мы рады, что у нас в оранжерее присутствует данное растение. Еще одно из наиболее интересных растений представитель рода стеголипус, которая растет словно веер. Оно действительно плоское и широкое, а листья как бы собраны вместе. А когда оно цветет, то формируются эти маленькие структуры, похожие на объемные округлые колючки. Когда они только появились, то были покрыты слизью. Она служит своеобразной смазкой, позволяющей пробраться сквозь эти плотно растущие листья. Довольно интересная адаптация, когда листья так сильно прижаты друг к другу, а цветки развиваются как бы отдельно. Оно из Эквадора. Один ростный вид, растущий в Венесуэле на каменистрах островах, также переливается синиматым оттенком, благодаря структурам на листьях, которые преломляют солнечные лучи. надеемся, что однажды посадим это растение. Некоторые из растений, которые высажены здесь, находятся под охраной, и это пример такого растения. Не так давно бит стал исчезающим на своей родине в Пуарто-Рико из-за урагана Мария, прощедшего по территории страны в 2017 году. Лишь несколько деревьев линейно-листного послевно выжили. Это родственник картофеля и томата. Даже их цветки очень похожи. Этот кустарник рос здесь и до 2005 года, когда прошло два урагана. Но, к счастью, выпускник университета Конитиктута взял несколько черенков растения для своих исследований. Оно росло в коллекции университета и использовалось в учебных целях. А когда выяснили, что вид был почти целиком уничтожен после урагана Мария, ботаникам в Пуэрто-Рико было очень радостно узнать, что части растения удивительным образом сохранились в штате Конитиктут. Потом нам тоже выслали некоторые растения, которые укоренились из тех веточек. Так что у нас есть этот вид, и мы можем им поделиться со многими другими садами. Очень надеемся, что это растение сможет сохраниться. Данная ситуация демонстрирует, как много может сделать для одного вида пара человек, заботящихся о растении, например, спасти от полного исчезновения. Ведь для этого одному человеку пришлось взять черенки дикого растения в Пуэрто-Рико, а другому отвезти их в другое место, штат Конитиктут в данном случае, и размножить там. Ураганы прошли как в Пуэрто-Рико, так и во Флориде, а выжившее растение можно вернуть уже в любую точку земного шара, чтобы не дать ему исчезнуть. Достаточно продолжать культивировать растения, брать у них по веточке. Иногда очень скромные усилия крайне щедро вознаграждаются. Я уже упоминал, что в этой зоне для полива используется очень чистая вода. Обычно в воде на йоге Флориды много растворенных минералов карбоната кальция. Такая вода слишком жесткая и не подходит, например, хищным растениям и ацидофилам. А здесь мы используем воду, очищенную по технологии обратного осмоса. Она более кислая, смешена с большим значением pH, в ней совсем нет кальция. Поэтому мы можем выращивать виды, которые нуждаются именно в таких условиях. Например, эти тропические рододендроны из горной местности, а также удивительные плотоядные растения. Вот этот непентес, листья которого напоминают кувшин. Они выполняют три разных функции. Такие молодые листья с усиком на конце цепляются к субстрату, те крыловидные структуры обеспечивают процесс фотосинтеза. И когда лист уже прикреплен к чему-либо, он образует кувшин. Это довольно старый лист. В этом году будут новые кувшины. Они служат ловушкой для насекомых, так как растут в местах, где мало питательных элементов. подобным образом они приманивают свою жертву внутрь кувшинов, где находится жидкость с пищеварительными ферментами. И когда насекомые умирают и разлагаются, растение поглощает азот, фосфор и калий из тканей животных. Другие впечатляющие примеры такие непентесы. Они крупнее и находятся в лучшем состоянии. Бывают самых разных форм и размеров. растут в Юго-Восточной Азии там, где в почвах мало органического вещества. Поэтому им приходится добывать пропитание из других источников. Преимущество растений как раз в том, что насекомые также движутся в поисках питательных веществ, а попадают в ловушку кувшиночников. Хотя растения не могут двигаться сами, они ждут, пока еда сама прилетит к ним. Насекомые могут не только служить пищей для растений, но также способствовать их опылению. А грибы формируют симбиоз с корнями растений, поставляя тем минеральные элементы из почвы. Так что растения участвуют во многих природных взаимосвязях. Например, животные поедают плоды и тем самым распространяют семена повсюду. Несмотря на то, что растения неподвижны, такое сотрудничество с подвижными организмами несет выгоду для всех существ. Мы выращиваем множество орхидей. Это одна из наиболее крупных групп растительного царства. На данный момент они не цветут, но периодически распускают цветки самых разных форм и размеров. И одна из самых интересных орхидей растет там, сейчас принесу вам. Призрачная орхидея растет на этой пластинке. У нее небольшой стебель и очень длинные корни, которые обвиваются вокруг деревьев. В Южной Флориде несколько таких видов. Также есть на Карибских островах все, что можно увидеть, вот эти корни, ни листьев, ни стебля, они скрыты. И только иногда показывается цветок, как будто из ниоткуда, словно призрак, прекрасный белый цветок. Вот откуда такое название. Так вот, у большинства орхидеи есть хорошо различимые листья, но это один из самых загадочных видов, и приходится постараться, чтобы увидеть его красоту. Растения бывают очень-очень разными, и могут преподать хороший урок маскировки. Нам всем знакома роза, ее внешний вид, это растение называется сиамская роза, или отлингера. Оно относится к семейству имбирных. Несмотря на то, что эти структуры напоминают бутоны роз, это вовсе не цветки, а видоизмененные листья. Они ярко окрашены и собраны вместе, будто лепестки. Но растение уже цвело, а настоящие цветки размещались как раз между этими красными листьями. Они очень недолговечны. А так называемые розы держатся неделями или даже месяцами, куда дольше обыкновенных роз. Хотя цветки отлингера куда меньше типичных цветков розы, так что внешность бывает обманчива не только у людей, но и у растений. Традиционно пальмы представляются нам огромными деревьями или средними растениями растущими дома в горшках, но пальмы бывают самых разнообразных размеров. Это крохотная ликуала из Юго-Восточной Азии, уже взрослые растения, так что она замечательна для высаживания в горшках, хотя пальма очень чувствительна к сухому воздуху и прочим факторам. Она, кстати, недавно цвела, вот там есть семена от природы, маленькая пальма. она растет рядом с растением, у которого удивительные листья. Принадлежит к роду скафамид из имбирных. У большинства из них листья зеленые, но у этого растения они очень темные сверху и бордовые снизу. У основания находятся маленькие цветки. Этот имбирь несъедобен, хотя родственных ему растений очень и очень много в Америке и Юго-Восточной Азии. Некоторые из имбирных используются в декоративных целях, другие употребляются в пищу. Вот еще интересный гиприд Бегония. У него асимметричный рисунок на листьях. У Бегонии также очень много различных форм, размеров и расцветок. Они заметно контрастируют с остальными растениями. Покажу вам вон ту любопытную пальму. Знаете, большинство пальм узнают по рассеченным листьям, похожим на перья. Тасмания Йохана из Юго-Восточной Азии имеет цельные листья. Скорее всего, они вырастут еще больше. По крайней мере, надеемся на это. Они никогда не разделяются. Вот такой большой красивый веер. Что интересно, все листья пальмы развиваются из одного единственного, когда они свернуты в почке, и только потом разделяются на такие вот достаточно крупные сегменты. Разрываются пока, разворачиваются. А у этой Тасмании такого не происходит. Листья выглядят почти так же, как они выглядели бы и в почке. один цельный лист, который просто разворачивается. За ней еще похожее растение. Внешне напоминает пальму, а листья сложены по длине. Но это совершенно другое семейство. Их иногда называют пальмами, похожими на известные панамские шляпы. Это очень важная группа для тропической зоны Америки. Хотя они растут не только на этих континентах. очень напоминают пальмы тем, кто не знаком с этой необычной группой. А когда растения цветут, их цветки выглядят как в белой спагетте, растущей прямо из середины. У цветов бывают весьма характерный аромат. Что касается цветков пальм, то они, как правило, маленькие и неприметные. Их очень-очень много. Так что, когда в следующий раз будете прогуливаться по зеленой зоне, вас уже не смутит внешний вид этого растения. Ведь внешность не всегда показатель принадлежности к той или иной группе. есть растения, которые предпочитают обилье влаги. У нас есть водопадик. Так мы и выращиваем подобные виды. Эта хомоламина растет прямо по краям ручьев на юге Таиланда. Она отлично адаптировалась и к нашим условиям. А тут интересный папоротник под названием Костенец. На концах листьев у него вырастают новые папоротники. Вот на этом листе уже есть маленькое растение и на этом крошечный папоротник. Они могут расти как бы по цепочке и обрастать весь камень. Это все клоны. И опять многие растения могут воспроизводить самих себя и покрывать таким образом большие площади. Ведь растения только и делают, что растут. Они не способны передвигаться при помощи мышц или чего бы то ни было, как животное. Зато они могут перемещаться посредством роста. Так что в каком-то смысле это растение подвижно. А вот это удивительное растение, поднимающееся по стене из азиатских тропических лесов. Это фрейсинетия из малоизвестной группы растений. Хотя в перспективе ее можно было бы выращивать и в домашних условиях. Она весьма неприхотлива. Фрейсинетия растет при малой освещенности в джунглях. У нее листья с восковым налетом. Можно поставить опору и она будет подниматься по ней. Фрейсинетия мало похожа на многие другие растения. Она подходит для любителей попутешествовать. еще один представитель саговников о которых мы говорили ранее чем-то напоминает папоротники но размножаются семенами и являются очень древними. Это цератозамия из Мексики. Ее листья достаточно крупные для саговых пальм в целом. Они прогибаются вот так и как бы смешиваются с остальной листвой в джунглях. Но они и впрямь утерелись очень древних времен до того как появились динозавры как и некоторые другие растения представленные здесь. Существует множество тропических растений помимо фрейсенетия которые активно используют вертикальное пространство. Это стедапсус пиктус который отлично цепляется и имеет интересные узоры на листьях многие из них серебристые зелеными вставками может забираться очень высоко по деревьям садапсус использует их как опорные структуры поэтому не нуждается в своих собственных механических тканях карабкается и тянется выше к свету вот такой же стедапсус растущий прямо под потолком иногда им не нужны даже деревья достаточно стен или потолков этот оброс всю стену и расположился уже на потолке собирался направиться к выходу но потом все-таки решил вернуться может расти даже вертикально у стедапсусов на корнях есть клейкое вещество позволяющее им крепиться к любому субстрату многие орхидеи также пользуются этим своеобразный биоклей который удерживает их на своем месте а когда мы разводим их то обычно используем рыболовные сети или что-то вроде этого чтобы корни закрепились так что они отлично держатся еще я хотел бы показать вам эту замечательную пальму она весьма необычна такие пальмы называются ргучными они растут в тропиках Азии это растение назвали в честь Теодора Бухлер девушки которая выращивала ее здесь на йоге Флориды у типичного представителя ствол цельный красный а это пальма как будто с потертостями на более молодых частях ствола видны оттенки радуги цвет правда впечатляет по всей длине стебля такие цветастые полосы мы работаем над разведением этого растения вне помещения оно способно расти как внутри так и снаружи но нужно все проверить перед подобным экспериментом к счастью у пальма размножается клонами у нее много стеблей в одной группе так что можно взять некоторые из них и попытаться укоренить где-либо еще удивительная способность растения воспроизводить самих себя они делали это до того как люди впервые применили клонирование биотехнологии чудеса на самом деле клетки растений могут делиться бесконечно тогда как клетки составляющие наши тела имеют определенное запрограммированное количество делений и только раковые клетки делятся без ограничений и так растения выигрывают в том что их клетки могут делиться постоянно а еще их не беспокоят раковые заболевания растения восхитительны они просто растут уже не первое растение из тех что мы видели у которого листья по длине сложены в кармошку этот дикранопигий из Южной Америки имеет листья со складками в двух перпендикулярных направлениях мелкие складки по длине и крупные волны по горизонтали очень очень завораживающий вид как будто водная рябь или два потока пересекающие друг друга это очень редкие растения из Новой Каледонии на юге Тихого океана ботанические сады Атланта потерялись с нами из рода Филантус найдены на очень ограниченной территории мы получили их из питомника работающего над сохранением растений этого острова высаживая их в нескольких ботанических садах мы помогаем сохранить такой немногочисленный и малораспространенный вид и если что-то случится с ним естественно в место обитания то мы сможем вернуть растения обратно в Новую Каледонию это очень большая ответственность многих ботанических садов и отдельных садоводов которые ухаживают за редчайшими из растений в ботанических садах также происходит введение в культуру новых видов многие из них люди начинают выращивать впервые это растения из рода кукулига похожие на травянистую пальму более традиционные виды были просто зелеными с таким же строением но целиком зеленые а этот кукулига который мы взяли из тайского питомника имеет сиреневую поверхность с металлическим отливом и темно-фиолетовую поверхность снизу недавно у нас было много иностранных посетителей и коллег из других ботанических садов питомников некоторые из них просили нас поделиться маленькими растениями ведь кукулига тоже превосходно клонирует самих себя так что мы отдали несколько экземпляров нашим коллегам и хотим почаще видеть это растение в тропических садах не исключено что этот вид также можно будет выращивать и в домашних условиях это воодушевляет а здесь у нас саговая пальма из Центральной Америки называется замия я уже показывал пару саговников раньше действительно древние растения не формирующие цветков а использующие шишки как мужские так и женские это женское растение с женской шишкой несколько в стороне растет мужское растение у которого раньше была шишка пыльца от нее пригодилась для получения нового саговника у которого уже две таких шишки так что пыльцой со старой мужской шишки мы опылили эту женскую она обвязана резиночкой означающей что шишка уже опылена а теперь ждем около четырех месяцев в течение этого времени разовьются семена если опыление прошло успешно мы ведь делаем это вручную многие саговые пальмы находятся на грани вымирания это одна из наиболее угрожаемых групп растений поэтому очень важно размножать их и затем делиться семенами с остальными ботаническими садами и любителями тропических растений так они не исчезнут они крайне медленно растут и крайне медленно размножаются это требует огромного терпения очень редкая цертандра которую мы привезли из юго-восточной Азии такая приятная текстура листьев и как бы рифленая структура у основания развивается соцветие из дивных белых цветков растение уже доцветает прошло несколько недель сначала цветоношение а здесь еще раз пустятся цветы удивительное тропическое растение новое в культуре рядом еще одна интересная селегинелла древнее растение которое стерится по земле оно начинает становиться серебристым ведь уже наступил вечер этот конкретный вид очень странным образом меняет окраску в течение дня зеленого днем на серебристый вечер наверное это из-за хлоропластов содержится зеленый фотосинтезирующий пигмент днем хлоропласты распрямляются в клетке а к ночи превращаются в мелкие шарики из-за чего свет проникает в клетки полностью и отражается от пустых пространств в них надеемся что кому-то станет интересно взять на себя такую задачу и подробнее изучить этот феномен в царстве расти не так много явлений которые люди еще не смогли объяснить до конца так много научных открытий которые предстоит совершить а здесь у нас еще одно растение замечательной текстурой ростуная перца только у обыкновенного перца листья плоские и блестящие темно-зеленого цвета у этого вида из Англии заметное углубление вдоль прожилок листа и много ворсинок на поверхности рельеф очень хорошо проступает это придает растениям прочность и делает устойчивыми к механическим воздействиям ворсинки могут оберегать от излишков солнечного света или от испарения благодаря чему растение сохраняет влагу движение воздуха вдоль поверхности листа немного замедляется вот почему этому растению необходимы ворсинки как и некоторым другим видам растениям над ним кое-что очень необычное меткохвойного древесного растения араукарии из Новой Каледонии и что интересно Несмотря на то, что все клетки растения содержат одну и ту же ДНК, обладают одними и теми же свойствами, разные гены могут то включаться, то выключаться, пока растение развивается. Эту ветку из ботанических садов Атланта мы укоренили, хотя она продолжает расти не как дерево, а как ветка, горизонтально, так люди берут часть хвойных растений, они могут расти горизонтально 10-15, а то и все 50 лет. Их генетическая память позволяет им быть только веткой. Растение было повреждено здесь, но все равно продолжает расти в одной плоскости, прямо как ветка, вечная ветка. Однако в редких случаях что-то переключается в одной из веток, после чего она может начать расти вертикально. Одна из араукарий, которую мы выращивали, пустилась расти вверх, но никто не знает наверняка, что контролирует данный процесс. Поэтому некоторые растения так сложно размножать черенками. Они не растут, как обычно, в высоту, или горизонтально, или в самых разных непредсказуемых направлениях. Эта ветка до сих пор растет горизонтально, и веточки, которые она пускает, все равно горизонтальны. Это дерево может свисать из горшка на стене дома. Так что вы можете сделать дерево в баскет-баскет, которое довольно замечательно.